вот а понимая ну как бы для того чтобы допустим понимать местный тибетский и непальский татрический буддизм нужно сначала правильно понимать индуизм потому что потому что это очень вся долгая долгая история то есть в индии вот эти вот все легенды причем легенды именно связанные с той или иной локацией что с той или иной местности в той или иной субкультурой они с появлением письменности разумеется стали записываться и набор вот этих вот скажем так деревенских деревенских представлений он известен под термином тантры то есть тантры это как сказать не не систематизированная не 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 централизованная как сказать ну учение если угодно которая скажем так идет от народа нет не от каких-то великих учителей типа будды а вот вот самих людей соответственно в этих тантрах абсолютно всевозможные отсебятина который то на которой только человек способен начиная вот как от правильных мантр что нужно произносить в рамках того или иного ритуала заканчивая всякими жертвоприношениями ритуалами этого самого как будет им пауэр посвящений секретных этих самых и всего чего угодно потому что опять же нет нет системы и нет необходимости что-либо про и проверять все принимается на веру и все принимается а ну да 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 и поскольку ничего они никогда не проверяется все время на веру абсолютно абсолютно любая любые как сказать любые действия любую любая магия Все включено в эти тантры. Сейчас есть куча идиотов, которые пытаются оттуда вытащить сексуальную тантру. То есть, как с помощью определенных действий повышать свое кундалини. Но понятно, что это все тоже, по меньшей мере, смешно. Да, есть элементы самоконтроля. Есть элементы взаимодействия с другим человеком, но никаких чакр и кундалини, к сожалению, нет. Почему тибетский буддизм? Потому что, когда тибетцы переводили индийскую литературу, которую они считали буддисткой, они переводили уже все тантры и всю эту отсебятину, которую индийская цивилизация... Опять же, не мыслители и философы, а индийские крестьяне. Это напридумывали за пару тысяч лет. И именно поэтому в тибетском буддизме также отсутствует философская система. Отсутствует систематизация. Там тоже кто во что гораст. Куда какие тексты дошли, в какой регион, в какой последовательности какие тексты дошли, то там и практикуется. Да, эти самые изображения на танках или статуи, они другие. То есть, естественно, есть стилистика. Каждый регион имеет свою стилистику. То есть, тибетцы обычно традиционно изображают вот этих вот деятей, персонажей уже в коронах, уже в определенных одеждах, в определенных позах. Но это всего лишь навсего, опять же, их стилистика. То есть, короны, например, пошли из Непала, а тибетцы просто добавили уже свои, как бы, свой стиль. Но важно понимать, что абсолютно ничего, кроме истории и отсебятины, и традиции, за этим, за всем нету. Люди приходят, делают то, что они считают нужным, смотрят на других, понимают, что они делают все правильно, и счастливые уходят дальше. И вот именно вот это вот незамысловатое устройство Вселенной позволяет... Ну, Вселенной их Вселенной. Позволяет им быть счастливыми в тяжелых условиях. И традиция живет... Опять же, хиндуизм... Индуизм – это традиционализм. Вот, ислам основан на традиции, но индуизм – это еще более. Еще более. То есть, это практически ничего, кроме традиции. А поскольку Индия большая, то, понятное дело, что традиция везде разная. И вот именно потому, что Индия большая, традиция везде разная, вопрос, кто из них самый правильный, обычно и не возникает. То есть, да, есть, разумеется, диспуты между разными направлениями, разными течениями. Но, опять же, с точки зрения обычного деревенского, там, не знаю, человека или семьи, они все принимают и сами для себя решают, что правильно, что неправильно, что важно, что неважно. Потому что, опять же, еще раз, это можно повторять тысячу раз, никакой системы за этим не стоит.